Девушки отдыхают 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 внимание! Убейте их! Шан Чунь Цы! Прекрати немедленно! Не развязывай межклановые войны! Мне всё равно! Я хочу заполучить Нан Цяу Ве! Никто сегодня не уйдёт! Когда Хуатингу стала такой сильной? Мо-Янь, я всегда вас уважала как благородного бессмертного! Почему вы хотите убить меня? Замолчи! Если тебя действительно волнуют слова учителя, тебе лучше остановиться! Не могу! Тогда ты умрёшь! Нет! Нет! Дон Фан! Я сделал всё, что в моих силах, но не смог задержать его! Джурань! Да! Это я! Ты такого и представить себе не мог! Я до сих пор жив! И вернулся! Я простил тебя! Защищал тебя! Потому что верил, что по натуре ты добра и не причинишь вреда невинному! Но ты сбежала из диких пустынь и развязала войну между кланами! Из-за тебя многие пострадали! Думаешь, если продолжишь напоминать мне, что однажды была моя ученица, я тебя не убью? Я не причинила вреда миру! Мне не за что извиняться перед кланом! И не за что перед тобой! Я не сделала ничего плохого, и Сяо Юэ тоже! Хочешь убить меня? Убивай! Думаешь, я не смогу? Я не верю в добро И не верю в зло Я верю только в тебя Учитель На самом деле, я всегда Учитель Ты вообще человек? Ты же знал, что она Хуа Тиньгу Тебе бы в зеркало поглядеться Ты просто безобразна Думаешь, у тебя есть право здесь находиться? Воды чертога без участия Цитачек, ты в порядке? Своих рук дело Глава клана Ни Она сделала это по моему приказу Если бы Тиньгу не таила секретов в сердце Она не стала бы такой Как такое могло случиться? Почему её подвергли стольким наказаниям? Тут нечего обсуждать, брат! Телекуа Тиньгу Энергия изначального хаоса Нань Цяуи Передал ей её в затерянной пещере Затем я запечатал её Благородный наставник Как вы могли? Получается Всё было уничтожено твоими руками Хуа Тиньгу тебе конец Брат Цветок Донфан 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 Ты Цветок Цветок Ты должен нажить Даже если в этом мире никто не любит тебя Ты должна любить себя Донфан И что ты такое говоришь? Не бойся Такова моя судьба Я пошёл на обмен с Храмом Истлевших Чудес Чтобы вытащить тебя из диких пустынь Я израсходовал свои пять чувств И должен погибнуть Донфан Нет Не оставляй меня одну Цветачек? Нет Все кланы этого мира Все они Действовали по моему плану Но я не смог учесть одну вещь Твоей Доброты Я уже устал Все не так, как раньше Сейчас Я совсем не хочу уходить Это невыносимо Я хочу и дальше защищать тебя Обнимать Хочу видеть, как ты достигнешь счастья Как жаль Что я Больше не смогу Нет Донфан Нет Донфан 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 Я не хочу, чтобы ты покидал меня Очнись Донфан Не оставляй меня одну Разве ты не хотел Сбежать со мной А? Обещаю Обещаю Не оставляй меня Донфан 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 Я ничего для тебя не сделала Единственное, что я могу Отомстить за тебя С дороги Сяньгу Учитель Учитель Сяуи Сяуи Сестры Сяуи 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 Продолжение следует... 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 Извечное служение и Орден Семиубийств постоянно сталкивались бы из-за него... Продолжение следует... 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 У клана есть ты и старший брат, а у Цяньгу остался только я. Ты все еще злишься на брата. Он просто... Я останусь здесь и присмотрю за Цяньгу. Орден понес серьезные потери, им их можно убедить не сражаться. Надеюсь, кланы смогут жить в гармонии. Хорошо. Я тебя понял. Береги себя. Что это за место? Разве я не... Я пообещал Цяньгу, что буду заботиться о тебе, поэтому... Поэтому вы позволили Шэн Сяо Мо унести меня у всех на глазах? Если они узнают... Все считают, что тебя казнили. А что с сестрой? Где она? И как она? Она в храме облаков перед тобой. Сестра! 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 Можешь не кричать, она тебя не услышит. Благородный наставник, пожалуйста, выпустите ее. Все началось из-за меня. Если кого-то и нужно запереть, то это должен быть я. Я привык к заточению. Но сестра другая. Для всех в этом мире ты уже мертв. У Цянгу в сердце слишком все запутанно. И этот узел не разрубить. Даже если бы тебя здесь не было, она все равно была бы заперта. Идеи бывают хорошими и плохими. Все, чего ей хотелось, это любить кого-то. Оберегать. Что в этом плохого? Она украла божественное орудие и избежала из диких пустынь. Развязала вражду между кланами. Все это... Дурные поступки. Но разве вы не ее учитель? Разве вы не знаете, что она пошла на все это не по своей воле? Ее заставили? Я не могу чересчур оберегать ее. Именно потому, что я ее учитель. И не могу потворствовать ей. Отлично. Раз вы ее не выпустите... Я останусь здесь. Цяньгу столько сил потратила, чтобы спасти тебя. Не для того, чтобы ты сидел тут. Не подведи ее. Кто знает. Может, я натворил бед похлещей сестры? Так почему страдает? Только она... Ты не должен чувствовать себя виноватым. Самым большим желанием Цяньгу было, чтобы ты стал хорошим человеком. Можешь остаться с ней здесь навечно. Но... Лучше стань таким, каким она хотела тебя видеть. Живи как нормальный человек. Если действительно чувствуешь себя обязанным ей, выйди в мир и помогай людям. Так ты не придашь надежды, возложенной ей на тебя. Сестра! Если об этом ты мечтаешь, я и так и сделаю. Я докажу каждому, что твой выбор был уверен. Тогда я задам вопрос. Разве вы не говорили, что Цяньгу уже сослали в Дикие Пустыни? Как же она появилась на месте казни? А самое странное в том, что энергия хаоса оказалась в ее руках. Ради любимой ученицы, Высокий Бессмертный использовал Нан Сяуиэ в качестве козла отпущения. Что за отношения между ними? Ну, вообще-то он ни о чем не знал. Кроме того, убить Нан Сяуиэ была не его идея. Вот как? Тогда чья? Верно. Чья это была идея? Моя. Значит, вы благородный наставник? Думаю, Высокий Бессмертный обманул вас. Вы же не знали, что энергии ухуатиньгу? Что ты хочешь сказать? Не злитесь. Я теперь глава клана Пэн Ла, и они ученицы из Вечного Служения. Я как представительница интересов кланов просто хочу узнать правду. Хорошо. Правда в том, что старший брат ни о чем не знал. Это все было нашей с благородным наставником затеей. Это происшествие уже случилось. К чему эти бесконечные расспросы? Глава клана Инь, вы всегда были честным человеком. Не подумала бы, что после того, как ваша дочь выберет Сингу учителем, вы будете говорить от имени предателя? Это неправильно. Я уверен, что никто не хотел допустить того, что произошло сегодня. Возможно, Великая Энергия Хаоса действительно находится внутри Хуа Цэньгу. Но разве она причиняла кому-то вред за все это время? Но у нее Энергия Хаоса. Как мы можем так просто ее отпустить? Надо убить ее! Эх, хватит. Может, и больше не продолжать. Как Энергия Хаоса оказалась у Хуа Цэньгу, ты известна только моему младшему брату Инан Сяу Юя. Но Нан Сяу Юя уже мертв. О чем мы здесь сейчас сидим и спорим? Младший брат говорил, что плох тот учитель, который не обучает учеников. Вероятно, он сейчас помогает Хуа Цэньгу избавиться от этой энергии. Это правда? Кто может это подтвердить? Раз он помогает ей избавиться от нее, почему бы не сделать это при всех? Может быть, у них есть секрет, о котором никто не должен знать? Что за ерунда? Ни Ман Тянь! Ты переходишь границы. Я не позволю тебе строить догадки. Сейчас главное уничтожить Орден Семи Убийств, пока он ослаблен. И избежать возможной опасности. Старший брат, ты не можешь... Хотя Ша Цэньму и мертв, еще остался Шан Шун Ци, которого наследовала власть. Мы не можем недооценивать его силу. Посмотри еще раз на все кланы. Фэй Янь, Ни Цзянь Джан, Вэнь Фэй Ю, эти три главы умерли один за другим. Новые главы кланов, последний свет нашего времени. Если будет война, сложно сказать, кто победит. Более того, если мы будем биться насмерть, то обе стороны будут уничтожены. Поэтому я считаю, пока Орден Семи Убийств не угрожает миру, наши кланы должны сосуществовать с ним в гармонии. Это разумно. Нам не следует сейчас развязывать войну. Какая хорошая тактика отвлечения. Где бы ты ни пряталась, Хуа Цингу, я обязательно тебя найду. и уничтожу. Ваше Величество, в чем дело? Генерал Ли, скажи то, что хотел. Ваше Величество, есть новости. Несколько дней назад ученый-советник Дунфан умер во время Большой Битвы. Госпожа Хуа Цингу и благородный наставник скрылись. Какие новости? Танбау, Дунфан Юй Цинга убил учитель. Нань Цяу и я казнили, а Хуа Цингу забрал благородный наставник. Что ты сказал? Что ты сказал? Ты! Танбау? Старший брат, ты куда? Собираюсь в дворе от семи убийств. Лично прикончу этого предателя. Старший брат, сейчас наш глава клана запер Цингу. Успокоить клан из вечного служения было нелегко. Давай не будем разжигать конфликт. Пока этот предатель жив, наши конфликты с орденом будут неизбежны. Старший брат, после всего, что произошло, как ты можешь действовать опрометчиво? Если бы ты был хотя бы немного более милосердным, Джурань не был бы таким сейчас. И глава клана не ушел бы от нас. Ты никогда не думал, что ты можешь быть в чем-то неправ? Нет, никогда. Он похитил божественное орудие и должен был быть казнен. Я уже проявил милосердие, сослав его в дикие пустыни. Но он не смог измениться и связался с орденом семи убийств и стал врагом клана. Где в этом всем? Моя вина. Хорошо. Ты мог себе представить, что он станет таким? Я просто ненавижу себя за то, что не смог научить его. А что насчет Цэньгу? Она всегда была чистой и доброй. Она украла божественное орудие, предала клана, опозорила учителя, что из этого всего не ее вина. Ты всегда руководствовался собственными доводами и не разбирался в причинах. Почему Хуа Цэньгу вынуждена была похитить орудие? Разве не для того, чтобы спасти нашего главу? Если бы не Хуа Цэньгу, возможно, нашего старшего брата не было бы в живых? И что же? Разве не Зэхуа Цэньгу отравился Цэхуа? Она зло! Папочка! Ты обманщик! Ты обещал, что спасешься и приведешь его обратно с цветком, и что наша семья уедет! Обманщик! Обманщик! Как ты можешь поступать так опрометчиво? Благородный бессмертный Мэн Цэньг Лан хочет вас видеть. Он? Наверное, что-то случилось. Можешь быть свободен, я сейчас подойду. Да? Старший брат, ты еще ранен. Я схожу. Нет, это я должен. Благородный бессмертный, в этот визит Цэньг Лан просит вас выполнить просьбу. Я тебя слушаю. Я слышал, вы заперли Цэньгу. Ее преступления непростительны, но она не заслуживает смерти. Я надеюсь, вы сможете пощадить ее. Как император, ты должен следить за своим народом и поддерживать мир в государстве. А в дела клана тебе лучше не вмешиваться. Я запомню ваш совет, но для правителя благородность прежде всего. Цэньгу помогла мне в этом, и я в большом долгу перед ней. Если бы не помощь Цэньгу, боюсь, я бы уже давно стал скитающимся бродягой. Позвольте спросить у вас, разве я не веду себя как достойный император? Если вы не согласитесь со мной, то мне придется привезти своих солдат к подножию горы из вечного служения и разбить там лагерь. Ты мне угрожаешь? Я бы не посмел. Хорошо. Я скажу тебе. Вина Хуа Цэньгу очень велика. И чтобы изгнать из нее великую энергию Хаус, Садзи Хуа заключила ее. Но где она находится, знает только он. Тогда могу я узнать, где сейчас благородный наставник? Хотел бы я и сам знать, где сейчас Дэхуа. Раз все так, больше не буду вас беспокоить. Однако, какую бы цену мне не пришлось заплатить, я обязательно найду Цэньгу. Дзэхуа, где же ты? Братец Мэн! Братец Мэн, ну что, что сказал Бессмертный? Он сказал, благородный наставник держит Цэньгу в заточении. Когда я спросил, где, он сказал, что не знает. Но я думаю, может он хочет таким образом продлить ее заточение? Братец Мэн, не делай поспешных выводов. Раз Хуа Цэньгу по-прежнему в этом мире, мы обязательно найдем ее. Донфан мертв. Помню, последний раз, когда я видел его в затерянной пещере, он сказал мне, что если ты любишь кого-то, ты должен сделать все возможное, чтобы защитить его и уберечь ответ. Я говорил, что люблю Цэньгу. Донфан умер за нее, Ша Цэньмо тоже умер за нее, а я в итоге ничего не сделал. Братец Мэн. Чэньшуй, на самом деле я знаю, кого она любит. Но если она счастлива, я могу подождать ее, и ничто другое меня не волнует. Братец Мэн, есть много вещей, которые нам не подвластны. Особенно любовь. Возможно, после стольких лет то, что я в тебе люблю, это твоя преданность. Но кто сказал, что если любишь, тебя должны любить в ответ? Не стоит ждать подарков от судьбы. Ты, я и Хуатиньгу тоже. Мы трое могли бы стать друзьями. Мы ведь так похожи. Но ты, я и Хуатиньгу. Сколько мы так протянем? Сколько можно приносить жертвы ради любви? Я и сама не знаю. Но прошло уже три года, а ты так и не полюбил меня. И я не добилась того, чтобы ты отпустил, Ценьгу. Но время пришло, а мое сердце не может тебя отпустить. Я думаю, мне нужно еще три года. Ценьшуй, я не могу быть таким эгоистом. Я не хочу, чтобы ты ждала меня годами. Братец Мэн, если через три года твои чувства не изменятся, и мои тоже, тогда мы должны будем отпустить друг друга. Моё почтение, учитель! Я никого не брала в ученице, и я тебя не знаю. Уходи. Учитель, ты забыл о меня? Мы ведь уже встречались. На кухне в клане извечного слушания ты учила меня готовить суп. Я знаю, сейчас ты не можешь меня принять. Но благородный наставник дал согласие, и он дал мне храмовый колокольчик. Учитель, подумай обо мне. Я буду послушной ученицей. Как ты узнала, что я здесь? Благородный наставник сказал. Он также сказал, что сюда могу прийти, только я одна, и я никому не должна рассказывать, а то у нас будут неприятности. Зачем он тебя прислал? Возможно, благородный наставник знал, что мне не хватало тебя. Раньше, когда ты была в диких пустынях, я безумолку повторяла, что хочу, чтобы он забрал тебя, чтобы я смогла тебя увидеть. Я с детства слышала о тебе. Поэтому, когда я выросла, я настояла, чтобы ты была моим учителем. Но после битвы в клоне из вечного служения, я не знала, куда вы с наставником исчезли. Черток без участия опустел, когда я осталась в нем одна. Я чувствовала себя несчастной, мне было страшно. Учитель, ты хочешь есть? Я принесла еду, попробуй. Ты пришла, чтобы принести мне еду? Да. Вообще-то, не совсем. Я стала твоей ученицей, но никогда тебя не видела. Поэтому я ничему не научилась. И сегодня я пришла, чтобы попросить научить меня бою на мечах. Ты должна уйти. Я не говорила, что возьму себе ученицу. Кроме того, я совершила преступление. Я хочу остаться здесь в заточении. Если хочешь изучать искусство, просто найди его. Учитель! Что бы ты ни сделала, ты все равно мой учитель. И в этой жизни ты будешь моим единственным учителем. Если ты не хочешь меня сейчас видеть, я уйду первая. Но я буду приходить каждый день. Учитель! Тогда я пойду. Не забудь поесть. Я приду снова завтра. Зачем ты сказал, Юро, прийти ко мне? Зачем взял ученицу для меня? Ты никогда не говорил мне. Как ты можешь знать, чего я хочу? Я не хотела, чтобы умер Дон Фан. Не хотела, чтобы умерла сестра Ша. Не хотела, чтобы умер Сяу Е. Я не хочу, чтобы что-то менялось. Я хочу снова начать все сначала.